Добрый день, вы смотрите программу Экономик, с вами Ренат Дашкин и сегодняшний выпуск мы разделили на две части. В первой поговорим о перспективах развития финансовых рынков России в рамках цикла передачи экономической стратегии России «Курс на рост». Далее в отдельном интервью обсудим проект «Содействие повышению финансовой грамотности населения, развитию финансового образования в России». Я снова представлю нашего первого гостя, Коха Игоря Анатольевича, доктора экономической наук, заведующего кафедры ценных бумаг, биржевого дела и страхования КФУ. Игорь Анатольевич, добрый день. Добрый день. Начнем, наверное, с вопроса, которым совсем недавно задавались многие банкиры и руководители финансовых организаций на форуме инновационных финансовых технологий «Финополис-2016». Это вопрос «Финансовый рынок в 2026 году». Учитывая скорость тех изменений, которые мы сейчас видим, и технологических, и изменений в финансовой сфере, наверное, предугадать, каким будет рынок в 2026 году, очень сложно. Мы хотим узнать ваше мнение, как вы видите его, как изменится традиционная форма взаимодействия регулятора и банков, и вообще, возможно ли полное исчезновение банков, о которых говорит и Сбербанк, и Тинькофф. Вообще, то есть, ваше видение, и как эту проблему сегодня видят наши финансовые власти? — Если говорить о возможности полного исчезновения каких-то финансовых институтов, то, наверное, все-таки речь идет о том, что они исчезнут в видимом для обывателя формате. То есть, да, возможно, исчезнут или уменьшится количество традиционных отделений банков, в которых мы привыкли получать традиционные банковские услуги. Но, тем не менее, банк как финансовый посредник, банк как финансовое учреждение, он никуда не исчезнет, потому что невозможно осуществлять передачу финансовых ресурсов от сберегателей, от тех, кто ими обладает, к тем, кто ими хочет воспользоваться напрямую. Ни одно предприятие, которое хочет получить кредит, не будет обращаться напрямую к гражданам, к населению с тем, чтобы собрать необходимые деньги. Да и сами граждане не будут удовлетворены теми условиями, на которых заемщики получают кредиты. Поэтому банк как финансовый посредник, как организация, одной рукой берущая в долг, а другой рукой дающая в долг своим клиентам, естественно, сохранится. Изменятся формы взаимодействия, как вы совершенно правильно сказали. Да, будет внедряться технология интернет-банкинга, будут внедряться интернет-технологии взаимодействия с иными финансовыми организациями, с инвестиционными компаниями, страховыми компаниями, пенсионными фондами и так далее. Но, тем не менее, эти организации будут продолжать существовать и юридически, и фактически, как участники финансовых рынков. Трудно сейчас оценивать, какого прогресса мы достигнем именно к 2026 году. Но, судя по темпам развития интернет-банковских услуг и прочих бесконтактных способов взаимодействия, я думаю, к 2026 году мы пока еще не достигнем 100% охвата, но вполне возможно, что на уровень 50-70% мы можем выйти. Тем не менее, традиционные формы взаимодействия все равно будут продолжать существовать, как и традиционные финансовые институты. Таково мое мнение. Спасибо. Вот если переходить к вещам более краткосрочного характера, хотелось бы обсудить перспективы развития финансовых рынков России на ближайшую перспективу. Вот сегодня много экспертов отдают именно развитию финансовых рынков роль некоего драйвера и резерву роста экономики. В то же время мы видим не совсем сбалансированное состояние финансовых рынков. У нас преобладает доля банковского сектора, страховой намного уступает, капитализация фондовых рынков тоже ниже, чем среднемировой уровень. Вот есть ли сегодня действительно эта проблема несбалансированности, как ее решить и какие действия регулятора должны последовать для решения этой проблемы? Я бы не сказал, что речь идет о какой-то серьезной несбалансированности, потому что нет каких-то общих стандартов. В каждой стране есть свое соотношение между различными формами финансовых институтов. В России действительно традиционно имеется значительная склонность к финансовым транзакциям именно через банковские структуры. Это предопределено исторически, предопределено тем, что в течение 70 лет, предшествующих 90-м годам, практически финансовый рынок отсутствовал, а банки были. Они понятны, доступны как населению, так и бизнесменам. С другой стороны, активное развитие финансовых рынков, именно в первую очередь рынка ценных бумаг, отнюдь не означает, что это будет позитивно сказываться на общем экономическом развитии. Дело в том, что ускоренное развитие рынка ценных бумаг зачастую может свестись к спекулятивной его составляющей, которая не будет давать дополнительного прироста капитала для реального сектора экономики, а будет всего лишь порождать перераспределение спекулятивных доходов между заинтересованными участниками рынка. Так было в Китае, по-моему, не на 2015 году? Да, так было в Китае, так, собственно, было и в России, может быть, в меньшей степени, чем в Китае, но развитие российского рынка ценных бумаг, начиная с конца 90-х, в начале 2000-х годов, основывалось именно на спекулятивных тенденциях. Соответственно, участники рынка пытались получать какую-то прибыль за счет колебания цен ценных бумаг, но при этом это не давало какого-то серьезного притока инвестиций в реальную экономику. Поэтому я бы не стал говорить о необходимости развития ради самого развития. Конечно, нужно диверсифицировать источники капитала, поступающего в реальный сектор экономики, в том числе за счет развития рынка ценных бумаг, в первую очередь, облигационного финансирования, и потом уже за счет размещения акций привлекать деньги. Но специально стараться развивать этот рынок, наверное, было бы не совсем верным, потому что это приведет, в свою очередь, к перекосам на этом рынке. Тем не менее, в перспективе, конечно, доля банковского сектора должна постепенно снижаться, и предприятия должны приходить к целесообразности использования альтернативных источников, в том числе связанных с эмиссией ценных бумаг. Третий аспект здесь — развитие институтов страхования, в том числе пенсионного страхования, страхования жизни, накопительного страхования жизни, должно принципиально привести к увеличению объема приобретаемых такими институтами ценных бумаг российских предприятий. Фактически, значительная часть активов пенсионных фондов и страховых компаний также инвестируется в банковские депозиты, то есть поступает в банковскую систему. Но, тем не менее, этот процесс идет постепенно, развитие происходит, и я думаю, постепенно мы этот дисбаланс будем смягчать. Надеемся. Есть статистика, что около 21 триллиона рублей находятся на счетах компаний, 12 из них на депозитах. Но эти деньги просто лежат, и они не инвестируются. Почему и из-за чего так происходит? Ведь сегодня у нас территория экономических властей стоит в том, что нам необходим качественный экономический рост, основанный на частных инвестициях, а не на потреблении и экспортном спросе, как было раньше. И задача регулятора сегодня, как я понимаю, создать тот инвестиционный климат, который эти деньги направит в реальную экономику. Но, на мой взгляд, кажется, что сегодня таргетирование инфляции, снижение ее до 4%, дело только не обойдется. Вот что в этом направлении необходимо делать? Во-первых, те деньги, которые лежат на банковских депозитах компаний, нельзя сказать, чтобы они совсем не работали. Они же лежат не в банковских сейфах наличными, а они тоже через банковскую систему поступают, в том числе и направляются на кредитование того же бизнеса. Равно как и потребительское, ипотечное кредитование и так далее. Поэтому они вложены. Но тут, конечно, возникает вопрос, вложены на каких условиях. Они вложены под фиксированный процент, причем относительно небольшой процент, тогда как могли бы быть направлены непосредственно на инвестиции производственного характера, на развитие производительных мощностей соответствующих компаний. Но если уж компании предпочитают держать свои деньги на депозитах, это значит, что они не видят для себя реальных перспектив с той же долей уверенности получить такую прибыль при инвестировании в реальные проекты. Этому просто не способствует общая экономическая ситуация. То есть понятно, что мы не находимся в состоянии экономического бума, когда растет спрос на товары, растут заказы промышленных предприятий. Если бы это так было, я думаю, компании с удовольствием бы эти деньги пустили на приобретение нового оборудования, на создание новых производств, на выпуск новых товаров. Но сейчас они не чувствуют уверенности в том, что все это принесет прибыль. Поэтому вынуждены избыточные финансовые ресурсы просто отдавать в долг банкам. Что касается действий регулятора, наверное, для регулятора, для центрального банка было бы нелогичным каким-то образом ограничивать желание компании вкладывать деньги в банки. С другой стороны, нет возможности предоставлять государственные гарантии по тем или иным проектам, по крайней мере в больших объемах. Нет возможности софинансировать какие-то проекты для того, чтобы стимулировать желание бизнесменов вложить свои деньги не в банк, а в реальный сектор экономики. Думаю, это временная ситуация. И по мере улучшения макроэкономической обстановки, по мере улучшения перспектив деятельности в реальном секторе, эти деньги будут постепенно перетекать в производственные инвестиции. Спасибо. Немаломажным направлением развития финансовых рынков сегодня выступает и рынок облигаций, о котором у нас много Центральный банк говорит, Министерство финансов. Причем здесь мы говорим о доступных инструментах не только для компаний, но и для населения. Насколько это важно и какие задачи проблемы рынок долга сегодня позволит нам решить? Для предприятий рынок облигаций – это действительно важнейший источник финансовых ресурсов, альтернативный банковским кредитам. Как показывает практика, облигационные займы обходятся предприятиям несколько дешевле, чем банковские кредиты, и условия предоставления таких займов намного мягче, чем по банковским кредитам. Но здесь нужно заметить, что на облигационный рынок могут выходить только крупные предприятия. То есть маленькая или средняя компания вряд ли сможет на этот рынок выйти, просто рынок не примет слишком маленький объем займа. Поэтому облигационный рынок – это рынок крупных заемщиков. И крупные компании действительно очень активно пользуются этим рынком, особенно учитывая, что за последние 5-7 лет этот рынок стал более удобным для эмитентов, выпускать облигации стало более дешево, более быстро, сократились и временные, и финансовые затраты на выпуск, и это привело к очень активному росту популярности облигационного рынка. Что касается населения, как потенциального инвестора, то для него облигационный рынок не очень интересен, ввиду того, что доходность облигаций с хорошим кредитным рейтингом, низкорискованных облигаций, примерно сопоставима с доходностью банковских депозитов. Соответственно, менять привычный банковский депозит на приобретение облигаций, как правило, нецелесообразно, с чисто организационно-технической точки зрения, плюс доходы по облигациям облагаются налогом, доходы физических лиц, в отличие от банковских депозитов, поэтому для населения этот рынок не очень интересен. Таким образом, рынок облигаций остается рынком, с одной стороны, крупных корпораций-заемщиков, и, с другой стороны, крупных инвестиционных институтов, инвестиционных фондов, страховых компаний, пенсионных фондов, банков, как приобретателей облигаций, как инвесторов в облигации. Но в целом тенденции развития этого рынка позитивны, и что он постепенно отвоевывает всю большую долю в объеме ресурсов, получаемых нефинансовыми компаниями, что можно оценивать только позитивно. С учетом бюджетных ограничений требует решение вопрос предоставления дополнительного пенсионного обеспечения населению. Причем здесь мы видим не только решение социальной какой-то проблемы, но и источник долгосрочных финансовых ресурсов. Вот какие сегодня возможные варианты реформирования накопительной пенсии, сохранение в системе обязательного пенсионного страхования, либо перевод добровольного формата, и какова положительная мотивация у населения инвестировать свои средства именно в дополнительные пенсионные средства? К сожалению, пенсионная система сейчас находится, пенсионная система России, государственная, я имею в виду, пенсионная система, находится в глубочайшем кризисе, что связано с наложением нескольких негативных факторов, в первую очередь демографических. Сейчас на пенсии основная масса пенсионеров – это представители послевоенного поколения, самого многочисленного из ныне живущих поколений наших. Причем все это люди, которые работали много, то есть это люди, которые имеют большой трудовой стаж, поскольку при советской власти не было серого рынка труда, не было людей, которые официально нигде не работали. Соответственно, сейчас пенсионная система нагружена очень большим объемом пенсионных обязательств перед вот этим поколением. С другой стороны, работающие ныне поколения, особенности поколения, которые сейчас вступают в трудовую деятельность, это поколения более малочисленные. В трудовую деятельность сейчас вступает поколение 90-х, то есть поколение демографического провала. При этом значительная часть работающих граждан работают нелегально или полулегально, скрывают свои доходы, за них работодатели не платят пенсионные взносы. Поэтому доходная часть пенсионной системы оказывается очень значительно подорвана, тогда как обязательства очень высоки. Поэтому вот эта вилка, она подрывает финансовую устойчивость пенсионной системы. И эта ситуация будет продолжаться, если ничего не изменится, она будет продолжаться еще лет 10-15, до тех пор, пока наиболее многочисленным поколением пенсионеров не станут, люди более поздних годов рождения, их меньше, и многие из них не будут иметь такого большого трудового стажа, не будут иметь таких больших пенсионных прав, а в трудовую деятельность вступит поколение 2000-х годов, то есть поколение уже более многочисленное. Тогда перекос этот будет немножко смягчаться. Хотя ситуация все равно останется довольно сложной. Поэтому сейчас в этих условиях сохранять накопительную часть в государственной пенсионной системе будет крайне затруднительно, потому что те деньги, которые сейчас собираются с работающих, даже их в полном объеме не хватает для выплат действующим пенсионерам. Поэтому скорее всего реформирование пенсионной системы будет направлено на то, чтобы по возможности избежать обязательного накопления части пенсионных накоплений. Потому что мы понимаем, что накопительная часть трудовой пенсии — это по сути те деньги, которые собираются, но не выплачиваются нынешним пенсионерам. Они остаются зарезервированными. Поэтому скорее всего речь будет идти именно о переходе к добровольному дополнительному пенсионному страхованию. А мотив здесь один. Мы прекрасно понимаем, что государственная пенсия будет всегда очень скромной. И если мы хотим накопить серьезные деньги на старость, мы вынуждены будем делать это сами. В дополнение к тому, что делает государство. Можно еще один нюанс упомянуть. Граждане, которые получают высокие доходы, то есть, скажем, миллион рублей в год, за них пенсионные взносы платятся не со всех доходов. То есть они не будут иметь право на получение государственной пенсии со всего своего дохода. Они все равно будут ограничены некоторым потолком. А все, что они зарабатывают сверх тех пределов, на которые распространяется государственное пенсионное страхование, вот с этих денег копить себе на старость, это дело каждого конкретного человека, а не государства. Государство не обеспечивает выплату пенсий тем, кто зарабатывает очень много. То есть оно берет на себя ответственность за низко и средне обеспеченные слои населения. Что ж, Игорь Анатольевич, спасибо за ответы. Спасибо вам. Я напомню, что с нами сегодня в студии был Игорь Анатольевич Кох, доктор экономического заведующего кафедра ценных бумаг биржового дела и страхования Казанского университета. Но на этом мы с вами не прощаемся. Вашему вниманию интервью со стратегическим координатором проекта «Повышение финансовой грамотности» Анны Владимировны Зеленцовой. Анна Владимировна, добрый день. Первый вопрос. Почему вообще мы сегодня говорим о финансовой безграмотности или о необходимости повышения финансовой грамотности? Чем вызвана такая необходимость? Очень хороший вопрос, потому что необходимость повышать финансовую грамотность вызвана практикой жизни. Мы видим, что люди очень часто попадают в сложные финансовые ситуации. Наши обычные сограждане, россияне, попадают в сложные финансовые ситуации часто как раз из-за собственного незнания, из-за собственной финансовой безграмотности. Что я имею в виду? Например, они берут какой-то очень дорогой займ, который они не в состоянии потом выплачивать. Ну и в итоге попадают в сложную ситуацию, приходят коллекторы, жизнь ухудшается. Или они становятся жертвами мошенников финансовых. Им обещают сверхдоходность гарантированную, они несут свои последние деньги и попадают в финансовую пирамиду, в итоге теряют деньги. Ну и много других таких вот жизненных примеров. И для того, чтобы помочь нашим согражданам, для того, чтобы хотя бы немного профилактику таких финансовых рисков, в первую очередь, мы и занимаемся в проекте Минфина финансовой грамотности. А вот этот проект работает уже несколько лет. Каковы основные компоненты его? Что он в себя включает? И какие проблемы он призван вообще решать? Проблемы, опять же, очень простые. Мы занимаемся такой базовой финансовой грамотностью. То есть мы хотим, чтобы люди научились вести семейный бюджет. Это азы финансовой грамотности. Чтобы все-таки сверяли расходы и доходы, чтобы не залезали в излишние долги. В те долги, которые они не могут, те кредиты, которые они не могут погасить. Чтобы планировали на перспективу. И, естественно, какие-то сбережения, которые помогают реализовать их собственные цели. Еще одна проблема, которая очень арестра в России. То, что люди не знают о своих правах и правах потребителей финансовых услуг. И, соответственно, не знают, что они могут их защищать. Приходя в финансовую организацию, если финансовая организация ведет себя безответственно по отношению к потребителю, он не знает, что он может пожаловаться в Центральный банк, что он может пожаловаться в Роспотребнадзор. и вообще не знает, что не верит в то, что его права кто-то может защитить. Конечно, мы хотим изменить эту ситуацию, мы хотим, чтобы люди знали, в чем состоят их права и знали, куда можно жаловаться, если их права нарушены. А вот проект включает также развитие финансового образования в России. Вот что под этим подразумевается, какие задачи, что нового мы увидим в ближайшее время в сфере финансового образования? Важно понимать, что когда мы говорим о финансовом образовании, просто финансовое образование в России чаще всего понимается как профессиональное образование финансистов. Мы не про это. Мы занимаемся финансовым просвещением, финансовым образованием обычных граждан, обычных людей. Соответственно, это образование в области управления личными финансами. Оно как встроено в официальную, формальную систему образования на разных уровнях, скажу немножечко об этом, так и мы занимаемся и таким неформальным, что ли, образованием на протяжении всей жизни. Как она встраивается сейчас в формальную, в официальную систему образования российского? Начиная с детского сада. Уже, например, в Волгограде мы пилотируем курс финансовой грамотности в детских садах. Конечно, родители, не пугайтесь, это не страшно, это не то, что мы заставляем детей что-то там зубрить, выучивать, это игра. Дети играют в магазин, они учатся деньги различать, монетки, они учатся контролировать свои желания, потому что это очень важно начать с раннего возраста. Затем нами разработана для школы с 1 по 11 класс линейка учебно-методических материалов. Не только для детей и для учителей, но и, что очень важно, для родителей. То есть мы стараемся вовлечь родителей в этот процесс совместный принятия финансовых решений с ребенком, чтобы родитель передавал этот опыт. К сожалению, у нас пока что и родители финансово неграмотны, и тем самым мы повышаем финансовую грамотность не только детей, но и родителей. Вот сейчас уже такие курсы, это дополнительное образование, это курсы по выбору, которые школа может решить сама и бесплатно, естественно, для родителей. Такие курсы вводятся во многих школах. Мы в те регионы, с которыми мы сотрудничаем, в частности, Татарстан является одним из наших пилотных регионов, мы бесплатно направляем комплекты учебников. И также нами создано три федеральных методических центра по повышению квалификации педагогов. Они работают и в регионах, и, соответственно, уже сейчас начата подготовка кадров и повышение квалификации учителей Татарстана по этим вопросам. То есть тем самым мы даем материалы, мы даем учебники, и мы обучаем педагогов, которые затем могут прийти в школу и профессионально доносить эту информацию. Потому что очень важно, чтобы педагоги также были компетентны в этом и чувствовали себя уверенно в этих вопросах. Затем то же самое мы делаем на уровне вузовского образования. Не случайно Казанский федеральный университет выбран вот таким региональным центром в Татарстане, как крупнейшая такая площадка образовательная, научная. И здесь также будет проходить повышение квалификации и преподавателей вузовских, и также внедряем эти программы в вузов. Ну и затем на протяжении всей жизни, то есть у нас созданы различные образовательные модули для взрослого населения на рабочем месте, для отдельных категорий, например, для женщин-домохозяек, для военных пенсионеров, для пенсионеров. Вот разные образовательные программы, модули, которые бы помогли людям действительно быть более эффективными, более грамотными и чувствовать себя увереннее, защищеннее в своей финансовой жизни. Вот касательно Татарстана и Казанского университета, Татарстан, вы отмечали, что имеет какие-то преимущества, именно реализуя эту программу на базе КФУ. Вот в чем эти преимущества стоят? И сегодня вы также сказали о финансовой грамотности и финансовой доступности. Могли бы пояснить? Да, конечно. Но уникальность или такая интересная черта Татарстана, действительно, что у вас помимо того, что Татарстан присоединился к федеральному проекту финансовой грамотности, у вас идут еще очень интересные проекты по повышению финансовой доступности. Например, проект «Школьная карта», карта гражданина, жителя Татарстана. И они дают возможность, например, карта «Школьник», она дает возможность детям использовать уже вот эти первые безопасные, что очень важно, безопасные, простые финансовые инструменты, то есть соединение вот этой карты «Школьника» с финансовым инструментом уже вот в школьном возрасте. А весь мировой опыт показывает, что финансовая грамотность, обучение детей финансовой грамотности наиболее эффективна, когда у них тут же появляется доступ вот к таким безопасным инструментам. Поэтому мы очень надеемся, что такой эксперимент в Татарстане, он как раз покажет, вот даст свои преимущества и обучение финансовой грамотности будет более эффективным. И, конечно, мы будем очень внимательно за этим следить, помогать и потом такой опыт распространять и на другие регионы. Это вот одно преимущество. Второе, то, что вы совершенно верно отметили про Казанский федеральный университет, это очень важно, что такая единая площадка, что университет становится республиканским центром финансовой грамотности, то есть это позволяет сосредоточить в себе и экспертный потенциал, и педагогический потенциал, и организационный. То есть что мы стараемся делать в каждом регионе, с которым мы сотрудничаем, это создать собственную региональную базу, инфраструктуру, чтобы не, как вот часто бывает из Москвы, да, что-то, ну, приехали эксперты из Москвы, да, нет, у нас нет такой задачи. У нас задача, чтобы здесь, в Татарстане, был сильный преподавательский, экспертный состав, чтобы была инфраструктура для граждан, для населения Татарстана, которая помогала бы и повышать их финансовые грамотности, и консультировать их по насущным вопросам, и вот чтобы это все развивалось. Поэтому университет – прекрасная площадка для этого. Спасибо. Вот что касается финансовой грамотности в целом, насколько мне известно, Всемирный банк реализует эту программу не только вместе с Министерством финансов РФ, но и в других странах. Получается, что финансовая грамотность – это проблема не только россиян? Абсолютно верно. Я должна отметить, что российский проект для Всемирного банка, он действительно реализует в ряде других стран, является крупнейшим. То есть мы являемся такой вот во многом даже лучшей практикой в мире, то, как мы работаем со Всемирным банком. Но есть много стран, которые и без Всемирного банка также реализуют свои собственные национальные программы. Я могу сказать, что на данный момент более 60 стран уже или разработали, или разрабатывают национальные стратегии по финансовой грамотности. И мы, кстати, тоже работаем над этим. А я вот только вернулась из Новой Зеландии и сразу к вам в Казани. В Новой Зеландии был глобальный симпозиум по финансовой грамотности, где 100 с лишним стран принимали участие. Это все страны, которые реализуют или иные национальные программы финансовой грамотности. И мы видим, что проблемы у всех похожие. Независимо от того, развивающиеся, развитая старые финансовые рынки, молодые финансовые рынки, мы все равно должны заботиться о наших гражданах и помогать им быть готовыми к этой новой реальности, к постоянно изменяющимся миру финансовых услуг. То есть не случайно даже, когда Россия председательствовала в группе 20, мы подготовили специальное заявление министра финансов на эту тему. И вот там четко было сказано, что финансовая грамотность – это жизненно важное умение в 21 веке. Такое же, как умение читать и умение писать. Да, вот с этим я с вами соглашусь. На Довозском форуме тоже звучало мнение о том, что финансовая грамотность – один из 16 ключевых навыков человека 21 века. Вот в этой связи вопрос. Вот недавно проходил в Казани форум финансовых технологий «Финополис-2016». Там прозвучало мнение о том, что банки и вообще вся финансовая система через 10 лет претерпят просто величайшие изменения. Может быть, банк понятия вообще исчезнет. В этой связи, насколько актуально оставаться финансовым грамотным на протяжении всей жизни человека? То есть какая дорожная карта проекта? Предусматривает ли он именно подход всестороннего образования и повышения финансовой грамотности? Да, совершенно верно. Мы, наверное, даже не можем сейчас предсказать, как изменится финансовый мир. Постоянно какие-то новые открытия идут. Поэтому, кстати, уже в этом году и в прошлом году на международном уровне, на уровне группы 20, была разработана такая рамка финансовых компетенций для детей, для молодежи и для взрослого населения. И туда уже включены, например, компетенции, связанные с цифровыми финансовыми услугами. И, конечно, они постоянно меняются. То есть есть какие-то базовые вещи. То есть неважно, будут одни продукты, услуги или другие, но человек все равно должен в первую очередь доходы и расходы свои соотносить. Есть планировать свое будущее на перспективу. Вот такие базовые финансовые компетенции, они не изменятся. Но есть очень большой круг финансовых компетенций, новых, как сочетание как раз цифровых умений. Например, сейчас в интернете очень большие дискуссии идут на международном уровне онлайн-платежей. Потому что часто непонятно, а кто вообще несет ответственность. Человек покупает что-то в интернете через какого-то посредника на сайте, который находится в одной стране, посредник в другой, человек в третий. Вот очень сложные все эти вопросы, над этим работает международное сообщество финансовое, как помочь человеку не стать, например, жертвой мошенников в такой ситуации. Но это постоянно развивается. И, конечно, это говорит о том, что нужно заниматься финансовым грамотом на протяжении всей жизни. Кстати, те страны, которые начали раньше нас, как Австралия, например, они уже более 20 лет этим занимаются, они уже третью национальную стратегию разрабатывают, как бы 3-0 у них национальная стратегия. И они говорят, что мы этим будем продолжать заниматься. Потому что, во-первых, и меняются поколения. Мы все время должны новые поколения, начиная с раннего возраста, обучать этому сразу, чтобы с раннего возраста он, как теперь все гаджетами, телефонами управляет, так же и финансовый грамот сразу. Но и это важно, чтобы люди, например, как старшее поколение, как пенсионеры, тоже чувствовали себя более комфортно в этом мире новых, потому что изменяются услуги. Мы часто видим сейчас, пенсионеры пользуются картами, пенсии получают, и они стоят перед банкоматом, часто не знают, что делать. То есть мы даже этому должны научить. Или они становятся часто жертвами финансовых мошенников, которые им звонят по телефону. Я вот пользуясь случаем хочу сказать, все взрослые, у кого есть бабушки, дедушки, мамы, папы, пенсионеры, уже люди старшего возраста, обязательно скажите им. Никогда, никакие данные свои нельзя говорить по телефону, когда вам звонят и спрашивают, говорят, что у вас карта заблокирована, и нужно, скажите срочно ваш пин-код или там ваши данные. То есть вот это все такой изменяющий мир. То есть нельзя сказать, что вот мы сейчас сделаем эту работу, и вот все, потом будем все отдыхать. Мы будем заниматься, продолжать финансовые граммы. Именно для этого мы сейчас национальную стратегию разрабатываем. Пока 1.0, первую версию, наверное, потом будет новая версия. Но это должно стать системной работой государства, и финансовых институтов, и общества, и СМИ. Очень большую роль вы играете в этом на протяжении всей жизни человека. Спасибо большое за ответ. Спасибо вам. Спасибо.